В Могилевской области до конца года реализуют пять инициатив по программе «Один район, один проект». Одним из успешных примеров программы развития юго-восточного региона Могилевщины является предприятие «Красный пищевик» в Славгороде. Это отметил глава администрации президента Беларуси. Дмитрий Крутой днями посетил это градообразующее предприятие. Также во время рабочей поездки в Славгород он обсудил вопросы реализации аграрного эксперимента по укропнению сельхозпредприятий. А еще поинтересовался, как объекты туризма влияют на развитие района. «Красный пищевик» в Славгороде – инновационное производство кондитерских изделий. Продукция импортозамещающая, основной потребитель – дети. Так что требования к сырью самые высокие. Практически 80% славгородского мармелада уходит на внутренний рынок. Остальное на экспорт. И это один из успешных примеров программы «Один район, один проект». Предприятие зарегистрировано еще в 2017 году. Было потом закуплено оборудование, немецкое оборудование. Оно было, первая партия продукции была выпущена в 2022 году, 31 марта. В прошлом году, в 2023 году, в четвертом квартале мы вышли на проектную мощность. Понравилось, что проект, один из немногих, который реализован абсолютно в установленные сроки, вышел на проектную мощность и начал рассчитываться по всем финансовым обязательствам. И является на сегодняшний день, наверное, самым ярким примером программы, национальной программы развития юго-восточных областей Могилевской области. Конечно, хотелось бы, чтобы таких проектов было больше. Организация новых рабочих мест очень важна для сельского района. На производстве трудится более ста человек, все местные. Учебу прошли на головном предприятии в Бобруйске. Я работаю здесь два с половиной года. Все устраивает меня. Работа хорошая, непыльная. Нормальное производство. Продукция хорошая. Натуральные консерванты. Химии нету никакой. Стабильная зарплата, постоянное место работы дома. Государственное предприятие. До этого работал на частника. В эрке опыт работы с частником. Поэтому как-то так. Пришел сюда недавно. Работаю еще совсем мало. Но пока нравится, пока все устраивает. Чтобы не было оттока кадров, всех нуждающихся обеспечили жильем с минимальной арендной платой. И по программе развития Юго-Востока Могилевщины предоставляют хорошее условие выкупа. Президентам было принято решение, что 10 лет работают здесь, могут выкупить за 10% стоимости. Естественно, это сразу подтолкнуло. И даже был определенный конкурс на получение рабочего места. Сегодня проект, вот эти 100 человек, 115 человек, чтобы вы понимали в масштабах цифр, это половина промышленного производства всего Славгородского района. На этом сладком производстве используют только натуральные ингредиенты. Причем все сырье белорусское. Работа предприятия напрямую зависит от работы сельчан, которые поставляют сюда продукцию и, соответственно, тоже зарабатывают. Основное потребление нашего сырья непосредственных сельхозпроизводителей это яблоко. Яблоко, яблочное пюре. А что касаемо... Мы же еще используем сахар. Это тоже продукт переработки сельхозорганизации. Та же патока, тот же желатин. То есть непосредственно и даже через переработчиков мы полноценно работаем с сельхозпроизводителями. Постоянно. Новое предприятие дало району хороший толчок в развитии. Достойная заработная плата должна быть и в сельском хозяйстве. На совещании в Славгороде глава администрации президента Дмитрий Крутой рассмотрел вопросы реализации аграрного эксперимента. Планируется оставить в районе 3-4 хозяйства и вокруг них сконцентрировать всю производственную и кадровую базу. Эксперимент укропнения обсудили на примере Славгородского, Чериковского, Кличевского районов. Республике надо добиваться более высоких результатов, меньшей численностью за счет автоматизации и механизации многих процессов. И поэтому эта история будет идти эволюционно. Президент здесь не хочет каких-то резких экспериментов или выработки единых подходов для всей страны. Вот будучи в Орше и Шклове, собственно, вот на примере Могилевщины и части Витебщины, этот процесс начался. Туризм – еще одно направление развития района. В сезон на Голубой Крынице находят заработок ремесленники, сыровары, владельцы личных подсобных хозяйств. В выходные очень много людей. Люди едут отовсюду, из России. Даже в этом году были с Чехии, Словакии были, поляки были. Мы здесь продаем, печем при людях блины с разными начинками, делаем гонконгские вафли. Ну и самый у нас спрос – это пончики. 17 лет я уже занимаюсь, как ушел на пенсию, так и сразу начал заниматься пчелами. Значит, меда у нас в основном с дикорастущих медоносов, за исключением рапса. Изменились вкусы людей. Им уже нужно не только мед, но и вот десерты с медом. Понимаете, это вот с ягодами, различными ягодами. Сначала собираются ягоды, высушиваются, а потом они перемалываются, добавляются в крем мед. Только по официальным данным в этом году на Голубой Крынице побывало более 70 тысяч человек. Они же посетили и другие знаковые места Славгородского района и жили в агроусадьбах. Куда бы вы ни приехали в Славгородчину, вы начинаете или завершаете Крыницей. Она зовется чудотворной водой, вера в чудо сохраняется, паломничество продолжается в огромных размерах, но благодаря ему развиваются наши небольшие агроусадьбы. Все в комплексе создают для туриста интересное посещение и они едут. Действительно, едут в Славгород, чему многие удивляются, что можно делать в маленьком районе. Ей что. И это благодаря нашим людям. За следующую пятилетку вот эти три отрасли, туристическая, агропромышленная и пищевая переработка, должны вытащить экономику района, остановить отток населения. он уже стал меньше фактически в два раза. Если бы получилось еще вот в рамках расширения этого предприятия или создания еще одного проекта подтянуть промышленность, то в принципе у него программа комплексная на следующие пять лет. Чем заниматься абсолютно понятно. Редактор субтитров А.Семкин